Всем панкейк, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о 10 секретах, которые знал только один человек. Эти секреты могли повлиять на ход истории, но, к сожалению, секреты так и не стали услышаны и сгинули вместе с теми, кто ими владел. Жаль. Самая страшная тайна Арне Бёрлинга. Оказывается, аппарат Т-52, который шифровал письма нацистов, был расшифрован Арне Бёрлингом, и его работа была доступна для Швеции. Но, к сожалению, эта тайна так и ушла в могилу вместе с профессором. Речь пойдет о машине, которая шифровала письма. Этот аппарат назывался Т-52. Он использовался нацистами для передачи тайных сообщений. Он был настолько сложен, что ни один шифровщик не мог его разгадать, но Арне Бёрлинг смог подобрать код и понять тайну Т-52, и все сообщения были доступны для Швеции. Именно они первые узнавали о планах Гитлера и даты нападения нацистов. К сожалению, профессор так и не раскрыл секретный код этой машины и умер с этой тайной. После него так никто и не смог повторить его успех. Человек-пробка. Слышали про такого? В конце 19-го и начале 20-го века был широко известен Человек-пробка, получивший это прозвище из-за своего уникального свойства. Он не тонул в воде, причем не прилагая к этому никаких усилий. Звали его Анджело Фатикони. Родился он в 1859 году и еще в детстве обнаружил у себя эту феноменальную способность. Удивительным человеком заинтересовались ученые, которые так и не смогли разгадать загадку Фатикони. Однажды ученые из Гарварда бросили его в бассейн, привязав груз в 9 килограмм. Но даже с грузом он не опустился в воду и проплавал таким образом 15 часов. Удивительный человек умер в 1931 году, так и не рассказав никому, как у него получается буквально держаться на плаву. Сокровища Лимы. Существует много легенд об утерянных сокровищах, но невозможно узнать, являются ли они правдой, пока не будут найдены. Одно из них — это сокровища Лимы. В 1820 году правительство Лимы решило сделать шаг для безопасности своей казны и вывести ее. Задача была озвучена Томпсону, который был капитаном. Путь должен был быть в Мексику и с Перу. В трюмах корабля было примерно несколько тысяч бриллиантов, 250 сундуков с драгоценными камнями и 120 золотых статуй. Приблизительная стоимость сокровищ составила 200 миллиардов долларов. Но Томпсон соблазнился на сокровища и отправился к острову Кокос в Тихом океане. По сей день ищут эти сокровища, но все бесполезно. Секрет Страдивари. Известный мастер по созданию струнных инструментов Антонио Страдивари делал изумительные скрипки. До сих пор никто не может повторить его успеха. Страдивари сделал примерно тысячу инструментов, но до наших дней сохранилось около 610 экземпляров. Его скрипки пели так необыкновенно, что некоторые всерьез утверждали, что дерево, из которого сделаны инструменты, — это обломки нового ковчега. Ученые предполагают, что Страдивари использовал высокогорные ели, росшие при необычно холодной погоде. Такое дерево имело повышенную плотность, что и придавало отличительное звучание инструментам. В результате секрет уникальности так и ушел с мастером в могилу. Давайте сделаем небольшую паузу и подумаем о том, как было бы хорошо, если бы все эти тайны были раскрыты. Пока вы отдыхаете, советуем поставить лайк под видео и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Продолжим выпуск. Беспроводное электричество Никола Тесла — величайший ученый, который привнес в науку колоссальный вклад. Одна из его идей — беспроводное электричество, но, к сожалению, эту идею пришлось оставить, так как проект требовал дорогостоящее оборудование. Ученый не раз доказал, что многое в этом мире возможно. Что стоит его последняя работа над бесплатным беспроводным электричеством? Тесла строил свою знаменитую башню, которая могла позволить осуществить его идею, но, к сожалению, из-за дороговизны проекта спонсорство было приостановлено. Многие ссылаются на то, что бесплатное электричество многим было бы невыгодно. Ученый умер в 1943 году. Секрет Эдварда Лицкалнина Эдвард Лицкалнин — мужчина весом 50 килограмм построил замок из многотонных валунов весом до 30 тонн. Как ему это удалось? Хороший вопрос. До сих пор идет спор о том, как он в одиночку мог поднимать такие огромные камни. Мужчина все время работал в одиночку. Многие говорили, что камни парили в воздухе, а некоторые ссылались на деревянную конструкцию, которая не могла выдержать такой вес. Мужчина говорил, что разгадал секрет пирамид, но он так и не рассказал его. Когда сломалась 10-тонная карусельная дверь, никто не смог ее починить. Пришлось вызывать кран. Конечно, мы не могли не упомянуть и о вечном двигателе. Иоганн Бесслер — первый человек в мире, который изобрел вечный двигатель, по его словам. Этим даже был заинтересован российский император Петр I, но так и не смог опробовать творение. Почему? Сейчас расскажем. Конструкция собой представляла колесо диаметром около 2 метров. Устройство, судя по записям, работало 54 дня без какого-либо вмешательства. Он хотел поделиться своим секретом за деньги, и этим предложением заинтересовался Петр I. Элита начала подшучивать и дразнить ученого, что колесо двигал спрятанный человек. Ученый рассердился и разрушил свое творение. Изучив конспекты ученого в наше время, многие пытались создать его творение, но пришли к выводу, что ученый просто обманул местную элиту. Самый невероятный секрет повелителя деревьев. Аксель Эрландсон, человек, который научился управлять деревьями. Он делал уникальные прививки деревьям, и они росли абсолютно странных форм. Люди так и не смогли узнать рецепт его уникальной прививки. Мужчина родился в 1884 году. При помощи специальных приспособлений Аксель начал свои эксперименты. Он не подозревал, что это может войти в историю. Когда мужчина понял, что это может понравиться людям, он сделал выставку у себя в саду и назвал его «Древесный цирк». Он так и не рассказал схему своей уникальной прививки и унес ее в могилу. Великий Гудини. Великий Гудини – человек, который мог буквально выбираться откуда угодно. Как? Неясно. И, видимо, мы никогда не узнаем. В 1907 году его сбросили в реку закованным, и он смог выбраться за 58 секунд. Сколько раз его связывали, помещали в ящики, и он всегда мог выпутаться. Он завещал открыть ящик с его записями, где были описаны все секреты фокусов через 100 лет после его смерти. Его просьбу выполнили, но записей там не оказалось. Джеймс Блэк. Этот человек был кузнецом из Арканзаса, а также создателем оригинального ножа Боуи. Мужчина уже был известен благодаря его дуэли на ножах в 1827 году. Его убийство троих человек в Техасе, а также его смерть в битве при Аллома, сделали его и его нож легендой. Ножи Блэка, как известно, были чрезвычайно жесткими, но гибкими. Блэк держал все методы создания своих ножей под величайшим секретом, а все работы проводил за кожаной занавеской. Многие утверждают, что он заново открыл секрет производства булатной стали, которая использовалась при изготовлении ближневосточных мечей с 1100 по 1700 годы, и которая могла перерезать европейский нож низкого качества. Таким образом, ножи Джеймса Блэка не могут быть продублированы даже сегодня. Блэк умер 22 июня 1872 года в Вашингтоне. Интересный факт. В 1839 году, вскоре после смерти жены Блэка, к нему в дом ворвались его тесть и бывший партнер, практически ослепив его. После нападения Блэк был уже не в состоянии создавать новые шедевры. Кардинал. Папа Римский всегда имел право тайно назначать кардиналов. Как-то раз Иоанн Павел II назначил четырех кардиналов. Спустя время троих смогли разгадать, но четвертый и по сей день остается для всех нас загадкой. Право назначать кардиналов «Инпекторе» — это латинское выражение означает, что его имя римский первосвященник хранит в своем сердце, и оно остается в тайне для всех прочих. Согласно традиции, понтифик помещает листок бумаги с именем тайного кардинала в особый конверт, лично запечатывает его и хранит до тех пор, пока его имя не будет объявлено официально. А до того времени кардинал не имел права отличаться и пользоваться соответствующими правами. Только в том случае, если римский первосвященник пожелает огласить его имя, он получал официальное назначение и занимал законное место в кардинальной коллегии. Единственной привилегией тайного кардинала являлось только то, что началом его пребывания в коллегии считалась дата не официального, а тайного назначения. За 27 лет своего папства Иоанн Павел II тайно назначил четырех кардиналов. Первым был архиепископ Гун Пиньмэй, который провел 30 лет в китайской тюрьме. Папа сделал его кардиналом в 1979 году, рассказал об этом только в 1991. Позже имена еще двух тайных кардиналов были открыты общественности, но имя четвертого так и остается тайной. Его Иоанн Павел II не озвучил при жизни и не указал при завершении. Это означает только то, что, возможно, где-то сейчас ходит священнослужитель, который сам не знает, что он является кардиналом. На этом наш выпуск подходит к концу. Делитесь в комментариях, есть ли у вас такой секрет, которым вы никогда бы не поделились. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. С вами был Панкейк. До новых встреч!